...тысячи метров. И, как всегда, мы в комментаторской кабине вместе с заслуженным мастером спорта, бронзовым призером Олимпийских игр Ваварой Барышевой. Добрый день, уважаемые друзья. Действительно, важность этого дня нельзя уменьшить для всех нас, поклонников российского гонекомежного спорта. Нас ждет очень интересные баталии сегодня сразу на нескольких дисциплинах. И сразу первой в жей паре стартует наша участница, еще юниорка совсем юная Лиза Казелина. Первый год она среди взрослых стартует, Елизавета Казелина. И посмотрите, кто достался ей в сопернице. Многократная чемпионка всего, что только можно, Ирэн Вюст. Конечно, сложно сравнивать их личные рекорды, у Ирэн гораздо выше, но в этом сезоне Ирэн бегала ненамного быстрее Елизаветы. И все, конечно, будет зависеть от психологического настроя самой Лизы. И если она попробует, рискнет не обращать внимания на авторитеты, может показать очень хороший здесь бег. Для Лизы это дебютный чемпионат, но и, наверное, вдвойне такая нагрузка, что стартует в первой паре. И сегодня вот буквально узнала такую информацию. Я ее как-то в репортажах сравнивала с Ирэйн Вюст. Очень она мне напоминает по своему телосложению, по тому, как она ведет себя на дистанции, по тому характеру спортивному, который она демонстрирует. Именно с Ирэйн Вюст я ее как-то позиционировала. То есть ты предвещала эту жеребьевку. Мало того, я сегодня узнала, что вот тем самым идолом конькобежным для Лизы Козелина является Ирэйн Вюст. Поэтому, конечно, для Лизы сейчас такая двойная нагрузка. С одной стороны, да, она бежит с соперницей по забегу. С другой стороны, это ее кумир, наверное, на сегодняшний день. Хотя, конечно, всех кумиров надо стараться обыгрывать. Да, это кумиры прежних лет. Надо думать о завтрашнем дне. И если Лиза сегодня наберет должный опыт, да, она сейчас, конечно, немножко проигрывает по забегу Ирэйн Вюст. Но, в общем-то, это было предсказуемо. Но придет время, когда обыграет. Проигрывает достаточно серьезно. 1 минута 15 и 71 сотая секунда. Такой ориентир устанавливает Ирэйн Вюст. И 1 минута 18 и 21 сотая. Это результат Елизаветы Козелина. Представление участников пятого забега. Ну, а теперь азиатская баталия японка Аяка Кикучи. 1.15.29. Ну, и Юидзинь, китаянка, опытнейшая. И это первый человек, который на дистанции 500 метров выбежал из 37 секунд. И у нее такие два любопытных прозвища. Я вычитал совсем недавно. Спидскейтинг Болт. То есть, ну, понятно, да, с Усейном Болтом сравнение. И Flying Woman on Ice. The Flying Woman on Ice. Летящая женщина по льду, если дословно. И, конечно, тысяча может быть не ее коронная дистанция, но она ее умеет бегать. И она умеет терпеть до конца. И благодаря этому становилась и добивалась успехов на спринтерских чемпионатах мира. Ну, что касается Кикучи. В общем, у нее похуже. Все-таки личные рекорды. Достаточно большая разница в личных рекордах на тысячи. У китаянки одна 13-47. Даже из одной 13 не так уж и много. Из одной 14 не так много людей бегало у девушек эту дистанцию. Сейчас будет, наверное, самый быстрый круг в этой паре. Здесь еще будет и две ее представительницы. В форме китаянок очень сложно судить, потому что они очень нерегулярно появляются на этапах Кубка мира. Но, тем не менее, вот одну 16-89 Кикучи даже показала и выиграла. В общем, для ее день это в какой-то степени провал. Достаточно сильное западение скорости между первым и вторым кругом порядка двух секунд. Потому что сложно рассчитывать с таким графиком на высокий результат. Ну, вот Кикучи как раз она и полуторку иногда очень неплохо бегает. Как раз она вот эту свою выносливость и показала. Она удержалась, в общем, недалеко от китаянки на первых 600 метрах. Ну, а пока мы наблюдаем такую картину вчерашних трех километров, когда Ирэйн Вьюз, стартовавшая в первых парах достаточно долго, до предпоследней пары, в которых бежала Сабликова, сохраняла это лидерство. То же самое и сейчас происходит на табло в конькобежном центре Коломна. Вьюз пока лидирует. 1.1571. Таков ее результат, который пока не удается улучшить никому. Ближайшая из ее соперниц Бока проиграла ей 0.56 секунды. Я думаю, что навряд ли девушки в этом забеге смогут также побороться с результатом Ирэйн Вьюз. А вот в следующем забеге уже достаточно серьезный претендент нас ждет на победу сегодня. Ну, а пока две немецкие конькобежки. По внешней дорожке стартовала Роксан Дюфтер, молодая спринтер из Германии. Ну, и ее опытная соперница Габриэль Кершбихлер. У Кершбихлер 1.468. Личный 1.1545 у Дюфтер. Обе девушки свои рекорды обновили в этом сезоне на катке в Сулфью-Сити во время этапа Кубка мира в ноябре месяце. Ну, и, в общем, еще сложно немцам будет бороться. Ну, Дюфтер тоже, вот, посмотрите, какой гренадер. Высокая, мощная, но... Все те же 28.3, небыстро. Ну, здесь, наверное, не стоило ожидать чего-то невероятного. Сейчас хорошо немножко успела поработать Гершбихлер за спиной своей молодой партнершей по команде. И, конечно, с большим преимуществом. Как минимум полсекунды выиграет этот забег. Хотя очень тяжело финишировала. 1 минута 16.86 секунды. Третий результат у Гершбихлера. И 1.17.33 у Дюфтера. Ну, а как раз то, что предвещало Варвара Барашева, буквально через минуту наступит. Иерин Терморс выйдет на дистанцию. Двукратная олимпийская чемпионка Сочи. И, в общем, конечно, остается только поражаться ее интересом. Разнообразным, да, как практически в той приспоске. А еще не летать охотом. И мечется буквально Терморс между коньками и шорт-треком. И приехала вот сюда на чемпионат мира. Несмотря на то, что чемпионат Европы для нее по шорт-треку прошел не очень удачно. Там у нее были проблемы с коньком. Здесь коньки совсем другие. Надеемся, что без проблем. Но она еще в своих планах в этом сезоне держит и поездку на спринтерский чемпионат мира конькобежный. В конце февраля, начале марта в Сеуле. И планирует остаться в Корее еще на две недели, чтобы дождаться чемпионата мира по шорт-треку. Еще один фальстарт. Долго все-таки стартер удерживает спортсменок в положении рейди. Здесь уже вынуждено было... Я думаю, сейчас Терморс получит первый фальстарт. Да, знаю, что Булев от Курина хорошо ушла со старта. Это да. Но насчет того, насколько мечется Терморс, мне кажется, она первая из конькобежа, который совмещает две дисциплины и совмещает достаточно успешно. Да, мы много знаем примеров, как ребята из шорт-трека приходили в коньки. Самые яркие, наверное, это Шани Дэвис. Но придя в коньки, они уже не совмещали эти две специализации конькобежного спорта. Все-таки концентрировались на чем-то одном. Но вот меня лично удивляет, что несколько человек в российской команде могли все-таки и пробовали себя из шорт-трека в больших коньках. Но как-то, в общем, не сложилось. А вот Терморс показывает, что все доступно. Может быть, на 1000 ей немножечко сложно именно со стартовым разгоном. Но, как и Денис Юсков, она в этом году очень много работала как раз на повышение своей стартовой скорости. Посмотрите, какой внешне очень спокойный, очень плавный, может быть, даже не характерный для спринта бег. Но при этом какая скорость. Интересно проходит тактически эту дистанцию. Закладывает руку за спину только в повороте, а напрямую набирает скорость еще. Хотя вот то, что ты действительно отметил, стартовой скорости немножко не хватило. Может быть, было бы интереснее с точки зрения результата посмотреть на нее стартующей с малой дорожки. Но здесь уже воля жребия. И сейчас очень внимательно на финише. Немножко подсела она. 27-3, первый круг. И посмотреть, каким результатом выигрывает. Да, 1 минута 14,73 секунды. И еще один обновленный рекорд катка Коломны. 29-3, заключительный круг. Я бы сказала, что сомневаюсь, что этот результат будет конечным в обновлении рекордов Коломны. Прежде всего потому, что она на последнем круге. Той же Ирэн Вюст 3 десятых-то все-таки проиграла. У Вюст последний круг был 29 ровно, а Терморс пробежала 29,3. В общем-то, дальше побегут те, кто последний круг делают практически так же, как Вюст, если не лучше. И Екатерина Шихова вместе с Каролиной Ирбановой. Катя после Олимпиады пропускала сезонно. Поправляла свое здоровье. Мы очень надеемся, что замечательная российская кинкобежка. Еще, может быть, в этом году ей тяжело полную нагрузку, полную силу выступать. Хотя она помогала и в командной гонке на этапах Кубка мира. И здесь заявлено, в принципе, пусть и в качестве запасной. И я надеюсь, что своего последнего слова Катя не сказала. И ее опыт, и ее амбиции вполне способны ее привести к хорошим результатам, в том числе и на Олимпийских играх в Корее. Да, действительно, Катя находится сейчас на возвращении, на пути возвращения в элиту кинкобежного спорта. Мы помним ее бронзовую медаль. Очень долго, очень долго держит стартер. Ну, а это уже надо воспринять как данность скорее. Да, здесь уже надо адаптироваться, конечно. Уже надо тем, кто стартует в следующих, последующих в парах, конечно, учитывать это. Так вот, после бронзовой медали по сумме многоборья, завоенной Шиховой на чемпионате мира по классическому многоборью в Хамаре, пока что Катя, да, вот так сложно возвращается. Это всегда не просто пропускать сезон, хотя Катя выступала на внутрироссийских соревнованиях. Но, тем не менее, пока, наверное, все-таки своего потенциала до конца не вернула. И, учитывая ее талант и ее способности, я думаю, что мы можем рассчитывать на нее в последующие сезоны. И посмотрим, насколько справится она с волнением чемпионата мира, проводимого здесь в Каломне на родине. Ну, и соперница у нее очень серьезная, очень хорошая. Я говорил, уже Ирбанова выигрывала этапы Кубка мира именно на тысячи метров. Так что, я думаю, что, кстати, это бронзовый призер прошлого чемпионата мира именно на этой дистанции. Так что очень хороший получится ориентир для Кати. Вот, когда они финишируют, да, можно будет сравнивать с Ирбановой результаты. Ну, в этом сезоне на полсекунды хуже рекорд, ну, личный результат, сизон-бест у Шиховой. Ирбанова еле-еле выбежала из одной пятнадцати в сорту. Ой-ой-ой, какой сбой! На прямой, ну, это... Ну, и первый круг, объективно, не очень быстрый. 28,4. Конечно, этот сбой, наверное, лишит Кате возможности побороться с Ирбановой на финише. Ну, можно. Он решает ее, решил ее всей возможности показать достойную результат здесь. Такой-то совершенно непонятный такой сбой. Не потерял равновесие. Чуть-чуть, 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 не упало. Ну, жалко, жалко, безусловно, Катя была способна здесь показать более высокий результат, пусть и не претендовать на призы. Но еще раз повторимся, ждем от Кати лучших результатов в следующие годы. Идан Ятун и Ванесса Битнер. Достаточно молодой состав. Вот в этой паре мы совсем недавно и Дан Ятун презентовали, как вот вчерашнюю юниорку, как человека, который только входит в мир большого спорта, взрослого, профессионального. Ну, а Ванесса Битнер, честно скажу, меня очень удивляет. Вот последние два года ей всего 20 лет, но она уже, в общем-то, претендует на то, чтобы быть в элите мировой спринтерской и в сумме многоборья. И в прошлом году она уже на тысячи метров была в десятке сильнейших на чемпионате мира. Так что надо к этому имени, к этой спортсменке присматриваться очень внимательно. Так же была она и на заключительном этапе Кубка мира в Ставангере, в числе призеров на дистанции. Ну, есть стартовая скорость Битнер, конечно, была много выше, чем Идан Ятун. Идан Ятун сейчас с трудом поменял наружку, вписалась, да, и так достаточно спокойно все произошло на смене дорожек. Но, тем не менее, Битнер уверенно лидирует в этом забеге. И что касается Идан Ятун, все-таки, наверное, дистанция тысячи метров для нее коротковата. Она все-таки более комфортно себя чувствует на полуторке. Мы помним, как она выигрывала и в рамках чемпионата мира в классическом многоборье. Да, в прошлом году. В прошлом году и на этапах Кубка мира периодически бывает показывает очень неплохие секунды. Сейчас как раз вот тот отрезок, где Идан Ятун могла бы отыграть, но не хватает. Не хватает ей скорости по дистанции, чтобы достать Битнер. Ну, потому что Битнер очень здорово бежит. 1.15.51 она обгоняет Эрен Вьюст. Да, неплохо получилась эта дистанция у Битнер, несмотря на то, что второй круг был достаточно слабенький. Чуть-чуть ей удалось разменять скорость 30 секунд. Но, тем не менее, 1.15.51. 0.78 она проигрывает по графику бега Йорин Терморс. То есть, по-прежнему Терморс лидирует с достаточно серьезным перевесом в результате. Ну, а Вьюст, скорее всего, мы можем констатировать уже с высокой вероятностью медалей на этой дистанции не получит. Ну, а сейчас все внимание. Чемпионка мира 13-го года на этой дистанции Ольга Фаткулина, серебряный призер Олимпийских игр. В общем, много титулов есть в коллекции Оли. Но вот прошлый сезон, она хоть и выступала, но вряд ли это можно назвать серьезными выступлениями. В этом году тоже так со скрипом прибавляет, прибавляет. Но вот меня порадовало то, что в Ставангере она два раза, по-моему, оба раза была четвертой на этапе Кубка мира как раз на этой дистанции. Ну, и Лицеши, ее соперник, это опять фальстарты. Оля уже сама признается. Просим вас воздержаться от использования вспышек на ваших камерах. Спасибо вам. Ну, как мне кажется, здесь даже не вспышки на камерах, а все по-прежнему. У нас стартер проявляет дюжую активность в своей деятельности. И так излишне, по-моему, удерживает участниц забегов на команде Рэдди. И, конечно, это вносит дополнительную нервозность соревнования, задерживает старты и смещает графики всех последующих забегов. Но здесь уже действительно делать нечего. Надо адаптироваться, надо привыкать, показывать свое олимпийское спокойствие. Стартеры не сменят по ходу забега. Рэдди. Со второй попытки удачно уходит Ольга Фаткулина на дистанцию тысячи метров. Она такое маленькое движение плечом сделала, как бы предвосхищаясь, стараясь попасть в выстрел. У меня немножко дрогнуло сердце, что могут к этому движению придраться. Очень мощно набирает скорость Оля. И хорошо, низкая посадка такая, именно Фаткулинская. Посмотрите, даже китаянка на ее фоне, насколько выше стоит. Хотя сама у Фаткулина помощнее. Лишь две десятых графику Терморс проигрывает пока Фаткулина. Но пока все очень неплохо технически. Но для Оли, конечно, важно продержать последний круг. Здесь китаянка будет ей составлять серьезную конкуренцию. И можно как раз в спину китаянки сейчас сработать. Попасть сейчас поточнее ей в спину. С одной стороны, это действительно конкуренция, но с другой стороны, хороший ориентир для Оли на заключительных метрах дистанции. Здесь надо, конечно, выигрывать в паре. Тяжело, тяжело. Все снова зубы, но выигрывает забег. Или нет? Да-да-да, должна выиграть. Нет. Проиграла даже забег. Ну, вот это последний круг, 35. Да, 35, это, конечно, не те секунды, которые позволили бы, да, показать более высокий результат. Ну, видно было, как потяжелел ее бег на последнем круге. И вот этот финиш, сколько, 6 соток секунды, которые разделили девушек. Но это седьмое и восьмое место. Так что Ольга даже, видимо, в десятке не окажется. Потому что еще две пары. И здесь Хизер Ричардсон, чемпионка мира в спринтерском многоборье. Один из лидеров этапа Компы мира в этом сезоне. Так, национальное единоборство они показывали с Британи Боу. Боу периодически меняют друг друга в победах на этой дистанции. Хотя абсолютное большинство побед все-таки за Британи Боу. Но Хитер Ричардсон достаточно неплохо подготовилась к этому чемпионату. Хотя заключительный этап в Ставангере, может быть, вызвал некоторые вопросы. Сомнения. Сомнения относительно ее формы. Но, тем не менее, перед чемпионатом они проводили сбор в немецком Инселе. И там на тренировочном забеге, на тестовом забеге, показал высокий результат. 1 минута 14. Поэтому я думаю, что Хитер Ричардсон полна уверенности побороться здесь за медали и за победу в том числе. Ну, она активно начинает. Правда, посмотрите, тает ее превосходство в начале прямой. Да, вот это как раз тот момент, когда Терморс на прямой работала двумя руками. И набирала скорость к концу прямой. Что, в общем-то, не всегда бывает. Как раз на прямой Хитер растеряла свое преимущество. В повороте-то они бегут примерно в одну скорость Терморс. Вот сейчас на прямой начинает снова терять. Но всего 0,03 секунды проигрывает Терморс после первого круга. И посмотрим на последнем вираже. Сейчас она обгоняет китаянку. Выходит, остается 40 метров до финиша. Последний метр и... Нет, все-таки нет. 1 минута 14.94. Совсем чуть-чуть, но проигрывает Хитер Ричардсон Юрин Терморс. Таким образом, Терморс уже обеспечила себе медаль. Ну, а серебряный призер прошлого чемпионата на этой дистанции, вот как раз Юрин Терморс. Да, она не смотрит на табло, она не хочет ничего слышать, никаких объявлений. Она просто ждет завершения забегов. А внутри дорожки стартует представитель Нидерланда. Ну, и еще одна голландка будет сейчас на старте. Это Марит Лейнстра. С личными рекордами из 1.14. 1.13.88 в карьере. 1.13.93 в этом сезоне. Ну, и Британи Боу. Мировая рекордсменка. 1.12.18. Бежала она в Солт-Лейк. Ну, кстати, вот меня, конечно, это немножечко удивило, но и Британи, и Хизер при всей разности характеров, в общем, очень хорошие подруги. При вот такой конкуренции на одних и тех же дистанциях внутри сборной и на международной арене они продолжают дружить. Ну, и Британи Боу ко всем еще титулам именно чемпионка мира на этой дистанции. Еще пока действующая. Да, она здесь защищает свой титул. И насколько ей это удастся, сейчас мы посмотрим в дистанции. 1.17.73 она выигрывает достаточно серьезно по графику бега Тер-Морс. 34 сотые секунды. Ну, и Лейнстра бежит практически в те же секунды, что Тер-Морс. Это удивительно, что тоже так рьяно взялась голландка. То, что Боу, которая призером на 500-метровой дистанции была на этапах Кубка мира, так здорово начинает. Это, в общем-то, не удивляет. Ну, очень мощный бег показывает сейчас Британи Боу. Выигрывать немного. 14 сотых. Это будет очень близкий результат, я думаю, относительно Юрин Тер-Морс. Марит Лейнстра проигрывает. Чуть-чуть проигрывает. Три десятые секунды по скользящему графику. Но финиш-то у Боу по большой дорожке. Ну, собственно говоря, и у Юрин Тер-Морс тоже была большая дорожка на финише. И посмотрим, кто же в этом противостоянии входит к лидерам. До конца и только третья Британи Боу. Да, да. На 15,02 секунды. Таким образом, ожидания все-таки оправдались. И Тер-Морс становится чемпионкой мира на дистанции тысячи метров. Невероятно совершенно. Фантастика какая-то. Посмотрите, сама Юрин не верит в то, что она сделала. Но это просто действительно такой абсолютный феномен. Да, у нее, может быть, не всегда получается побеждать в шорт-треке. Но когда она приходит в коньки, здесь прячетесь все, кто может. Ну, что ж, а Хизер Ричардсон, как и в прошлом году, серебряный призер. А вот Британи Боу с первого места откатывается на третье. Да, она выкладывалась. Она выбрасывала ногу на финиш. Но превзойти результат Юрин Тер-Морс она не смогла. Она действительно такой уникальный у нас сегодня победитель, победительница на дистанции тысячи метров. Вопреки, да, такое ощущение, что вопреки она побеждает. Вопреки своему желанию бегать на длинной дорожке. На Олимпиаде она выигрывала полторы и в тысячи метров, и в команде. Здесь она ударилась теперь в спринт. А если она сейчас еще через пару лет придумает бегать 10 километров. Она очень, ну и она, и тренерский состав, который работает с Юрин, они очень правильно, мне кажется, подходят к подготовке ее к сезону. Они концентрируют конкретно на какой-то одной, максимум двух дисциплинах. То есть они не разбрасываются, хотя с ее скоростью... А шорт-трек? Ну, шорт-трек, да, шорт-трек, но он настолько хорошо ложится в качестве подготовки.